Всем привет! Глобальные городские транспортные проблемы решать конечно надо, но и провокальные тоже забывать не стоит. Давайте поговорим об автобусном маршруте номер 138. Это который бывший Т-28, который бывший троллейбус 28. И сейчас речь не про то, что его нагло без нашего согласия превратили в автобус. Тут есть другая проблема, которая существует наверное на протяжении всей истории существования данного маршрута. На первый взгляд это самый обычный автобусный маршрут, основная часть маршрута которого пролегает по проспекту Вернацкого между западным и юго-западным административными округами Москвы, а также Комсомольский проспект в ЦАО. Конечные остановки данного маршрута – станция метро Парк Культуры и Ленинский проспект. Именно сам Ленинский проспект, а не станция метро с таким названием. Вот эта остановка. И если ехать на этом автобусе с этой остановки в сторону центра, к метро Университет или дальше до Парка Культуры, проблем нет. Маршрут продуман нормально. Вас приветствуют московские транспорты. Автобус следует по маршруту 138 до остановки метро Парк Культуры. Следующая остановка – улица Марии Уьяновой, дом 10. Приятный подъезд. Улица Марии Уьяновой, дом 31. После третьей остановки по счету, которая улица Марии Уьяновой, дом 31, автобус сразу поворачивает направо с улицы Марии Уьяновой в сторону центра по проспекту Вернадского и едет по направлению к метро, куда всем и нужно. Другое дело – это обратный путь, который уже не такой адекватный. Если по пути в сторону центра автобус поворачивает сразу куда надо, вот так с улицы Марии Уьяновой, то автобусы, которые едут оттуда, не поворачивают сразу здесь, на улицу Марии Уьяновой. А едут дальше прямо, примерно вот так. Тут сразу есть одна остановка, которая, ну очень уж близко к той, которая на той стороне. А дальше автобус едет прямо и делает крюк-разворот на улице Кравченко. Ради всего одной долбанной остановки проспект Вернадского, дом 33. Технически это две остановки, но по сути одна в две стороны, с одним названием. И только после этого крюка, ради этой остановки, автобус поворачивает на улицу Марии Уьяновой и едет на свою конечную остановку, куда и надо подавляющему числу пассажиров. То есть данный крюк, это совершенно лишняя и ненужная часть маршрута, которая значительно тратит время для всех пассажиров, в том числе тех, которым якобы данная лишняя остановка кажется нужной. Да и сама остановка не особо популярная. Вот есть даже примеры, когда вообще никого нет ни на высадку, ни на посадку. Все ждут 224 автобус или Т-34. И это, по сути, второй аргумент бесполезности и ненужности данного крюка. Сюда ходят несколько других маршрутов. И при остром желании можно ехать на любом из них. От метро Проспект Вернадского маршрут 224, а от метро Университет маршрут Т-34 или 266, который и вовсе разворачивается и имеет конечную остановку на улице Кравченко, что вполне себе адекватная альтернатива остановке Проспект Вернадского, дом 33. Пройти во дворы отсюда также просто. Ну а самый главный аргумент – это время. Мало того, что подавляющее большинство пассажиров, которому надо на одну из двух последних остановок, вообще впустую страдает из-за меньшинства, так еще и само меньшинство тоже проигрывает во времени за счет долгого разворота автобуса на светофоре. И сейчас мы это наглядно проверим. Последняя остановка, после которой маршрут может быть сокращен путем нормального поворота автобуса сразу на улицу Марии Ульяновой – это остановка улицы Крупской. И сейчас мы проверим, как будет быстрее попасть на дальнюю, то есть более популярную из двух остановок. Ехать дальше на автобусе с неудобным крюком или повернуть сразу и пройти пешком отсюда. Начинаем! Улица Крупская 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...